Могу еще раз повторить, я наших крестьян поддерживал и поддерживаю развитие внутреннего туризма, развитие нашего отечественного сангелия. Сохранить положительную динамику основных параметров социально-экономической. За последние 10 лет в Алтайском крае построили 50 новых больниц и поликлиник, 40 отремонтировали. В том числе за счет средств губернаторской программы 75 на 75. В малых селах региона возвели и реконструировали 80 фельдшерско-акушерских пунктов. Для сравнения, в предыдущее десятилетие, с 96 по 2005 год, на Алтае возвели и отремонтировали всего 27 медучреждений. Конечно, то, что мы видим сегодня, нас очень порадовало. Изменения произошли за последние годы очень серьезные. Что особенно хочется подчеркнуть, то, что базой всей системы, здесь не на словах, а на деле, является развитие первичной медико-санитарной помощи. За 10 лет алтайские врачи освоили и внедрили больше сотни новейших хирургических методик. Пересадка органов, протезирование суставов, разделение сиамских близнецов и восстановление зрения у недоношенных детей. Продолжительность жизни жителей Алтайского края выросла с 64 до 70 лет, а смертность сократилась в 6 раз. Всего в развитие здравоохранения Алтайского края за последние 10 лет вложили рекордное количество средств – 200 миллиардов рублей с федерального и регионального бюджета. Приоритетными направлениями развития здравоохранения в течение 10 лет были охрана материнства и детства, здоровье ветеранов, борьба с онкологическими заболеваниями, строительство новых больниц и поликлиник, привлечение молодых докторов на работу в село. С решением одной из самых трудных задач – снижение смертности от онкологии – краевые власти справились за 5 лет. Онкологические заболевания стали чаще выявлять на ранней стадии. Таких результатов, по мнению главного онколога края, не удалось бы добиться без вмешательства губернатора Александра Карлина. Еще в 2009 глава региона принял решение построить новый современный онкологический диспансер и оснастить его по последнему слову техники. Понимаете, в этот период больше никто не начинал столь масштабные строительства, потому что это вам не районная больница. Это центр, который архидорогостоящий, архисложный по современным технологиям. И дело пошло, дело пошло, потому что он лично курировал. Всего за год на площадке в Нагорной части Барнаула возвели первое строение будущего онкоцентра – восьмиэтажную поликлинику. Еще через год – радиологический корпус. Затем открыли лечебно-диагностический со стационаром до 300 пациентов. Проблемы ранней диагностики, раннего выявления, эффективного, современного лечения онкологических заболеваний – одна из стержневых проблем регионального здравоохранения. Но мы должны все сделать для того, чтобы достойно ответить на эти вызовы. В целом на строительство нового онкоцентра выделили около 4 миллиардов рублей с федерального и регионального бюджета. За счет того, что площади диспансера увеличились, медики стали принимать в пять раз больше пациентов. Ежегодно 160 тысяч человек. Теперь пациенты проходят диагностику на новейших 3D-УЗИ аппаратах и томографах, которые могут обнаружить опухоль на самой ранней стадии. А в лечении больных помогает линейный ускоритель, который облучает опухоль с точностью до миллиметра, не задевая здоровые ткани организма. Не каждый регион нашей страны может уже сейчас похвастаться тем, что выявление опухолей злокачественных на первой и второй стадии – это уже более 60% от всех первичных выявлений онкологических заболеваний. А вы, Алтайский край, это уже сделали. Одновременно со строительством онкологического центра началась реконструкция краевого госпиталя для ветеранов войн. Губернатор Александр Карлин в кратчайшие сроки выделил на ремонт больницы и закупку новой медицинской техники 200 миллионов рублей. Теперь пациенты госпиталя живут в светлых и по-домашнему уютных палатах, питаются в современной столовой и проходят обследование, лечение на новейшем оборудовании. Ежегодно круглосуточное лечение здесь проходит около 300 ветеранов войн. В апреле этого года Алтайский госпиталь был признан лучшим в Сибири и вошел в тройку лидеров по России. Спасибо нашему губернатору, что он так заботится о госпитале, о нас, ветеранов. Потому что до этого, до его приезда, он был облуплен и так, в очень таком состоянии, в запущенном состоянии. А сейчас до неузнаваемости так. Настоящим прорывом в здравоохранении за последние 10 лет стало строительство нового краевого перинатального центра. Старое здание, по словам врачей, было слишком маленьким и могло принять всего 100 пациенток. В год максимум 5000 человек. В 2010-м медики центра обратились к губернатору Александру Карлину с просьбой сделать им хотя бы пристройку. Губернатор, будет человеком, видящим далеко вперед, он сразу отверг наше пожелание и сказал, что нет, полумерами мы обходиться не будем. Если мы будем что-то делать, то мы будем делать по-современному. И мы построим новый перинатальный центр в структуре медицинского кластера, нагорного медицинского кластера. Но тогда это, конечно, была просто мечта. Уже в 2014 году Александр Карлин добился того, чтобы Минздрав включил Атайский край в федеральную программу по строительству перинатальных центров и выделил на это 2 миллиарда рублей. Со своей стороны глава региона направил из краевого бюджета 600 миллионов рублей. Сейчас строительство в самом разгаре. Перинатальный центр уже готов на 80%. Новое семиэтажное здание, оснащенное по последнему слову технике, откроется уже в середине следующего года. Его мощность увеличится вдвое. Одновременно здесь смогут проходить лечение 190 пациенток, а в год свыше 10 тысяч женщин. Всего за 10 лет в Алтайском крае построили и отремонтировали 178 медицинских учреждений. 25 из них по губернаторской программе «75 на 75». Она стартовала в 2010 по инициативе Александра Карлина. По программе «75 на 75» в Ребрихе открыли обновленную центральную районную больницу. Это был первый ремонт за 40 лет. Что важно, здесь не только покрасили стены и заменили крышу, но еще и оснастили больницу самой современной медицинской техникой – новыми УЗИ-аппаратами, рентгенами и операционным оборудованием. Конечно, давно ждали. Эмоции переполняет и чувства тоже. Вообще все очень неожиданно, все красиво, все здорово. Новые больницы и поликлиники готовы. Осталось только наполнить их молодыми кадрами. С 2012 года Алтайский край с подачи главы региона стал участником федеральной программы «Земский доктор». Каждый ее участник, а это врач младше 35 лет, получает по 1 миллиону рублей, если устраивается на работу в сельские медучреждения. Этим шансом воспользовались уже 569 врачей. А в 2014 году губернатор Александр Карлин первым в Сибири запустил программу «Сельский фельдшер». Ее участниками уже стали 13 молодых специалистов. Они трудоустроились в сельские медпункты и получили за это полмиллиона рублей. В этом году программа продолжится. И по прогнозам Крайздрава в малые села региона приедут еще 70 фельдшеров. Это позволит решить проблему с дефицитом медицинских кадров на Алтае. Развитие внутреннего туризма, развитие нашего отечественного зону. Сохранить положительную динамику основных параметров социально-экономической. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова